Лидеры стран ЕС собрались в Брюсселе на очередной саммит. Говорить будут об экономике, безопасности и будущем Евросоюза, аккуратно обходя тему Брекзита. Сегодня же решалась судьба президента ЕС Дональда Туска. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Лидеры стран Евросоюза настроены игнорировать тему Брекзита на саммите. Дескать, нечего обсуждать, пока процесс выхода Великобритании не запустится официально. Но большинство тем повестки дня так или иначе связано с разводом с Лондоном. По сути, Брюссель пытается выработать стратегию на будущее в усеченном составе. Говорить будут о том, как сделать Союз более безопасным и сильным. Британский премьер в вечерние сессии участие принимает, но на второй день саммита на непосредственное обсуждение дальнейшей судьбы ЕС Тереза Мэй решила не оставаться. Что вполне логично, так как пути Лондона и Брюсселя в скором времени разойдутся. Главная интрига сегодняшнего вечера – переизбрание президента Европейского совета. Дональд Туск неплохо зарекомендовал себя в этой должности и заручился поддержкой большинства глав европейских государств. Но не земляков. Бывшего премьера Польши Туска саботирует свои же. Польская делегация пообещала сделать все, чтобы отложить голосование. Впрочем, в это турбулентное время в самом Брюсселе очень не хотят радикальных изменений. Сегодня мы принимаем решение по переизбранию Дональда Туска президентом Европейского совета на второй срок. Еще на два с половиной года. Я в этом переизбрании вижу знак стабильности для всего ЕС. И с нетерпением жду продолжения сотрудничества с ним. Нет договоренности о назначении на пост президента Европейского совета, кто бы это ни был, человека без согласия его родной страны. Польша пошла на принцип и угрожает сорвать саммит, если Туска изберут на второй срок. Варшава предложила альтернативного кандидата на должность президента. Это малоизвестный депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш Вольский. Премьер страны даже написала письмо коллегам из Европы с просьбой не голосовать за Туска, обвиняя его в злоупотреблении властью и вмешательстве во внутренние политические дела Польши, в том числе и поддержке оппозиции. Также правящая партия во главе с Ярославом Качинским называет бывшего премьера ответственным за авиакатастрофу 2010 года, когда погиб президент Лех Качинский еще 95 человек. Туска упрекает в том, что на посту главы правительства он сделал недостаточно для расследования аварии. Впрочем, результаты голосования для Варшавы неутешительны. Европа оказалась не готова менять одного из лидеров в это непростое время. И Дональд Туск остается на должности президента до декабря 2019-го. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.